Чувствую себя прям поваром на кухне. Да очень вкусно. Отвал башки. Всем привет, дорогие друзья. И сегодня я приехала в мой ресторан на мастер-класс кондитера Саши. Всем привет, погнали. Ну что, ребята, мы уже в ресторане Аладдин. Сейчас мы будем вместе с Сашей готовить наши вкусные десерты. Саша, какой мы десерт будем сейчас готовить? Мы сейчас будем готовить мельфей. Это традиционный французский десерт. Очень интересен тем, что мы в нашем ресторане его переделали и назвали его Забучие пески. А почему? Потому что у нас тонкое хрустящее тесто. Вот, ну, видишь, прям как лепесток такой. Тонкий, вот, тонкий. Он нереально вкусный и очень нежный. Ну что, поехали? Для начала нам нужно с тобой подготовить посуду. У нас ее в ресторане натирают лимонным соком с каким-то интересным ароматизатором, чтобы тарелка пахла вкусно и человек, когда ему принесли десерт, он почувствовал все ароматы. Вот чувствуешь, что она с лимончиком пахнет? Ой, да. Теперь смотри, вот здесь у нас в основе идет крем. Это ванильный мусс. Здесь идут сливки, желтки, все заваривается. Это, на самом деле, очень простой рецепт. И это все в кондитерском мешке. Мы с тобой должны сделать вот такую вот основу. Офигеть! Я первый раз буду держать. Смотри, чтобы вот кондитерский мешок удобно брать вот одной рукой. И вот здесь зажимаешь, и вот с этой частью ты работаешь. Да-да-да. Давай помогу. Ага. Стоп. Все, теперь смотри, мешок мы отправляем сюда. Это будет твой. Здесь у нас мятный соус. Соус на основе малины и мяты. Смотри, что я делаю. Немножко прям вдавливаю. И оставляю. Теперь ты будешь сюда. Это яичко. Это у нас получается яичко с красным желтком. Теперь берем наше тесто. И я его выставляю вот таким вот образом. Спасибо. Можно же ее поломать. Ага. И вот смотри, давай вот так сделаем. И тоже приклей. Во, отлично. И повторяем то же самое. Несколько раз? Лучше не спешить. Вот. Мы делаем гнездышко. И потом так же я отправляю соус. Старайся сделать, чтобы вот именно гнездышко получилось. Этого достаточно. Офигеть, я жжусь. Теперь отправлю туда соус. Я уже хочу это просто вот так вот съесть. Вот, отлично. Теперь возьмем тесто. И последний слой. То же самое с тобой повторяем. Старайся здесь прям сделать аккуратненько. Не спешить. Вот, уже лучше. Этого достаточно. Все. Также отправляем соус. И последний слой должен быть самый-самый прям вот красивый. Ну вот такое давай сделаем. Угу. Ты чувствуешь себя прям поваром на кухне? Угу. Все. Мельфей собран. Теперь я беру наши пески. Зубучие. Здесь у нас пробитая крошка самого теста. И просто вот с любовью посыпаешь вот таким вот образом. Чтобы он еще больше у нас хрустел. Чтобы был хруст безе. Вот, отлично. И берем сублимированную ягоду. Здесь у нас малина. Можно нам больше добавлять? Малину все любят. Да, даже я. И немножко разыбылось. Здесь у нас маленькая мята. Она дает такой вкус, аромат. Офигеть. Ага, красота. Ну что, все, десерт готов. Такой легкий, но такой красивый. И посмотри, он прям, видишь, воздушный. Слушай, Саша, я хочу быть стройной и красивой. Если я буду много кушать этот десерт, я буду толстый или некрасивый? Нет. Здесь смотри, у нас тенденция в нашем ресторане, что мы не используем сахар в десертах. То есть здесь всего 10% сахара. Мы можем с тобой это взять и съесть просто до миллиона. Офигеть. И можно не беспокоиться о своей фигуре. Я считаю, это шикарный десерт. Ну что, давай пробовать? Давай. Ну что, давайте пробовать. Капец, как это красиво. Это очень вкусно. Тут реально он не сладкий, но он такой вкусный. Он не приторно прям сладкий-сладкий, как в некоторых ресторанах. Он прям очень вкусный. Я не могу ничего сказать, это очень вкусно. Я не знал, что я так могу такой простой десерт так красиво приготовить. Саша, мы приготовили просто божественный десерт. Кстати, друзья, приглашаю вас в наш ресторан «Аладдин в гости». Даю вам при посещении тысячу бонусов. Тут очень вкусный десерт. И диетический. Приходите в ресторан, называйте прямо хоть друзья Миланы и кушайте все, что хотите, на тысячу бонусов. Ссылка на сайт, соцсети и меню оставлю под видео в описании. Саша, я надеюсь, что это не последний десерт, потому что они тут такие вкусные. Давай что-то еще приготовим. Давай сделаем золотую грушу. Это наш коронный десерт. Он подается в виде груши. И будем делать опыление золотом. Ого, я такое никогда не делал. Давай. Тебе понравится. Кстати, ребят, кто не знал, наш ресторан находится в самом центре Москвы. Но кто не ориентируется в Москве, вы можете нас найти по Яндекс-картам или Гугл-картам. У меня, смотри, здесь есть заготовка. Это как ванильный мусс с начинкой. То есть мы его замораживаем через шелковую заморозку в минус 40 градусов. То есть здесь все свежее. Наши ингредиенты, все, которые мы используем, мы используем российские, чтобы у нас максимально был десерт такой из натуральных продуктов. Смотри, что я делаю. Здесь у меня белый шоколад с какао-маслом. Какао-масло... Обнатнуть. Да. Я окунаю, смотри, раз, два. Два. Пачеком провожу лишнее, убираю. Он застыл. Да, и видишь, он уже застыл. Ну, офигеть. Теперь ты. Ой, я боюсь. Окунаешь раз полностью. Поднимаешь, подожди. Второй раз. Вау. Ага. И пальчиком аккуратно внизу лишнее, да. И вот здесь вот так. Подождем, да, пока вот она застынет. И вот у нас груша тоже. Вот, подержи ее. Груша на спашке. Смотри, что теперь будем с тобой делать. Да, мы ее можем отправить сюда. Мне понадобится вот такая пластиковая посуда. Я возьму золотой блеск. Это настоящее золото. Мы добавляем немножко на поверхность. Я беру грушу и ставлю ее сюда. Беру кисточку обычную и начинаю покрывать нашу грушу. Офигеть, я тоже не хочу. И видишь, что она прям имеет такой золотой оттенок. Это какая-то золота такая. Это в Майнкрафте есть золотое яблоко, а у нас тут золотая груша. И получаем вот такой вот классный оттенок. И все это съедобно. То есть мы кушаем настоящее золото. Все. Вот такой вот десертик. Результат у нас получился. Теперь твоя очередь. Я покажу. Вот, смотри. Мы возьмем с тобой и вот так вот, видишь, посильнее. Мы каждый раз это делаем при гости. То есть у нас есть заготовка. И когда у нас пробивается заказ, мы отдаем его именно таким образом. Это так интересно. Типа ты красишь какую-то фигурку. Тем более, эта фигурка съедобная. И это так красиво все выглядит. Я пол груши уже сделала. Я никогда не знала, как делать такие вот золотые фигурки. Всякие штрихи. Шоколад золотой. Оказывается, просто берешь кисточку. Золото съедобное. И красишь вот так. Саша, а это такая же краска полезная? То есть ее можно кушать? Конечно. Здесь мы делаем это сусальное золото, перемолотое в такую пыль. То есть это настоящее золото. Настоящее золото. Да? Ну я прям шеф-повар, конечно, сегодня. Я в шоке. Я художник. Я люблю очень сильно рисовать. И поэтому мне прям понравилось очень сильно. Вот такой вот классный результат. Ну что, продолжим дальше? Да. У нас есть с тобой вот такая заготовка. Теперь я беру шоколадную землю. Она делается из шоколада, сливочного масла и муки. И смотри, вот буквально вот так сделаем. Сюда мы сейчас посадим землю. Ой, землю. Грушу. В серединку. Ага. И смотри, что у тебя берет. Такое движение дело. Беру и вот так вот прокручиваю. Раз. И у меня палочка уходит. На. Прям это очень так надо. Ага. Ага. И вот мы тут чуть-чуть пальчики. Все. Видишь? Теперь смотри. Очень аккуратно беру. И переставляю. Ага. Теперь берем сублимированную ягоду. Мы ее уже знаем с тобой. Нашу любимую малинку. И добавляем вокруг. Я не знала, что был один такие легкие, такие красивые, такие легкие десерты. Я в шоке. Это делается специально, чтобы кондитный кондитер отдавал быстро десерт, чтобы гость не ждал долго. То есть наши десерты отдаются, ну, 3-4 минуты. Добавляю зелень. Я прям ее посажу. Ага. Это груши, которые должны скоро вырастить. И смотри, у меня здесь есть пластичный шоколад. Это маленькие череночки. Мы их накатали заранее. И можешь выбрать любой, который понравится. И прям вставляем в грушу. Афигеть! И у нас, смотри, получается с тобой груша. Жолотая груша! Как это красиво! И вот такой результат у нас с тобой получается. Я в шоке. Мне кажется, это очень красиво. Давай уже пробовать. Милан, смотри, теперь мы сейчас с тобой разрежем и посмотрим, что же внутри. Давай. О, хрустяще! И у нас здесь вытекающая середина. Это груша. О, вау! Со специями и ванильный мусс. Я хочу уже это попробовать. Кстати, так похож на авокадо. Ну что, давайте это пробовать. Шоколад такой хрустящий. И это, мне кажется, варенье из груши, но очень вкусное. Ребята, это мой рекомендацион. Очень вкусный десерт. Обязательно придите сюда и попробуйте его. Интересно, какого вкуса золото? Мое разочарование. Золото безвкусное. Мы с Сашей приготовили только два десерта. Но мой любимый чизкейк Аладдин. Посмотрите, какая красота. Он такой вкусный и красивый. Я его уже пробовала. Он просто бомба. Такие десерты я называю отвал башки. Ну что, наш мастер-класс закончился. Пишите в комментариях, какой вам десерт больше всего понравился. Мне вот все понравились. Мне кажется, все такие вкусные и красивые. Ставьте много-много лайков. И тогда, может быть, мы сделаем такой же мастер-класс и для вас. А пока приглашаем в наш ресторан Аладдин. И дарю пищу бонусов при посещении. Приходите в ресторан и говорите, друзья Миланы. И наши замечательные сотрудники покажут, как потратить подарок. Ссылку я оставлю в описании. Всем удачи. Всем пока-пока. Так, ладно, я пойду кушать мою вкусную грушу.